А я все чаще замечаю, что меня как будто кто-то где-то подменил. А моряки не мечтают, телевизор мне природу заменил. Что было вчера, забыть мне пора, завтрашнего дня, завтрашнего дня. Незнакомым мне друзьям не узнать меня. Ну что, предлагаю вам небольшую прогулку по центру нашего города. И посмотрим, как реагируют на траур жители нашего города. Вообще, кто-то хоть как-то на это реагирует или всем по барабану. Напомню, что у нас сегодня объявлен траур по пятерым погибшим вследствие атаки с пятницы на субботу. И была, скажем так, настоятельная рекомендация отменить увеселительные мероприятия и т.д. и т.п. Ну, посмотрим. Один из таких самых ярких. Сейчас будет райончиков, такой прогулок, где много баров. Всегда все тусуются. Давайте поглядим, что здесь происходит. Играет музычка. Там он. Люди, там люди. Ну, и вообще, полюбуемся нашим родным городом. Как и все, что происходит. Вижу здесь полная посадка. Скорее всего, те, кто ожидает, что действительно траур, ну, вы будете разочарованы. Траур у нас объявляют больше, знаете, для отвода глаз. Что вы видите, как мы беспокоимся. Вообще, день тык, вы видите. Как мы, типа, беспокоимся о том, а что ж у нас творится. А по факту, не обижаетесь. Возможно, кого-то эти слова ранят. По фигу. Пока не коснется тебя, пока не бахнет где-то у тебя над головой. Рядом не прилетит. Еще что-то. Всем по барабану. Сегодня поплакали. Завтра уже о тебе забудут. Вот такие реалии. Кстати, из интересного. Сегодня там один ТЦКшник в эфире. Почти что телемарафона заявил, что вообще с ухилянтами очень ласково себя ведут. И надо их бить по спиняке. Лупашит сумасшедшие штрафы. Ибо нефиг. И уже журналисты за него взялись. Уже, оказывается, у нашего бедного ТЦКшника. Ну, у него есть там квартирка во Львове на 100 квадратов. Зарплата, как они говорят, жалуются, что живем на одну зарплату там в 10 тысяч. А в прошлом году его неработающая жена нигде без доходов каким-то чудом купила еще одну квартирку во Львове. Представляете, всего-то на почти что 200 квадратов. Ну, такая себе квартирка, да. Это, как говорят, сарай. Только на некоторых языках сарай означает дворец. Пропускаешь, не? Спасибо. Спасибо. Хоть пропускать научили. Зафигай себе. Переходим в наш любимый Кёльнский бульвар. Кёльн – это город-побратим нашего города. Раньше этот бульвар назывался Екатернославский. Но нынче в условиях деимпериализации мы видим уже такую картину. Ну, красиво, красиво. Тут ничего не скажешь. Так вот вопрос. Еще там по поводу этого ЦКшника. Оказывается, у него есть родная сестра, а у нее есть муж. Военно обязанный. Вот только этот муж с 2022 года почему-то не призван на службу. И рядом не стоял. Чувствуете, чувствуете накал страстей, да? Повучает других, но сам почему-то. Вот так, друзья, и живем мирно полным ужасом. Ух ты. Я как любитель красивой посуды. Только посмотрите на это. Да. Такое на барахолке не встретишь. Я уверен, что здесь сервизики очень не кисло по цене отыгрывают. Но здесь, в принципе, нет каких-то таких бюджетных магазинов априори. Здесь и одежда вся такая солидная, подороже. Бутики. Вон итальянский магазинчик вот этот. Я знаю, здесь очень-очень такие цены. Ну, курточки там по 20 тысяч. Все, все прочее. Но эти магазины работают. Вот гляньте, какой магазин еще. Какие наряды. Женские такие образы, мужские. Здесь аренда сумасшедшая. Но если они работают, значит, это кому-то нужно. Значит, это работает. Работает. Гляньте, какая красотища-то. Огни вечернего города. А там у нас Атлант. Здесь как-то так темновато. Не находите. Поезд детский. Где-то катают. Параулок ранее был южный, а сейчас герои в УПА. Что-то такое, не помню. Как-то света не хватает, по-моему. Вот такая, друзья, обстановочка в Днепре. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Нравится ли вам вообще внешний вид. Как сейчас выглядит Кюрнский бульвар. Здесь, кстати, елку обычно еще устанавливают. Уже совсем чуть-чуть, друзья. И Новый год, кстати. Кто не в курсе. А новогоднего настроения все нет. Куда-то оно совсем исчезло. Вот тоже, видите, всякие не кислые такие магазинчики. Детский магазин. Тут, наверное, такое платье, что это тысяч пять. А может и больше. Видите, какие образы. Ну, есть к чему стремиться, друзья. Назовем это так, да? Это не вещи дорогие. Это мы мало зарабатываем. Вот так говорят грамотно люди. Что это не жизнь дорогая. Это мы мало зарабатываем. Если все это существует. Это кому-то нужно. Значит, нужно стремиться больше зарабатывать. Но только, к сожалению, в нашей стране получается, что можно больше заработать незаконным путем. Офисы, фигуршицы, коррупция, взятничество, решение каких-то вопросов. Ну, и везде, конечно, все куплено, закуплено. Везде дни свои. И левых фигуршицы, куда пустят. Все. Всем спасибо. Всем пока. Всем доброй ночи. Кроме тех людей, которые хотят бить других по горбу. И призывают к этому. Всем удачи.